приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 7 июня поговорим о празднике великом который нас ждет в этот день что можно делать в этот день по народному календарю и народным приметам а что ни в коем случае нельзя делать друзья далее все более подробно в этом видео итак 7 июня церкови проводится празднование в честь третьего обретения главы предтечи и крестителя господня иоанна по народному календарю в этот день отмечают праздник иван медвяные росы согласно евангелиям и он был ближайшим предшественником иисуса христа который предсказал пришествие спасителя а также позже крестил его самого водах иордана народе считалось что в этот день на растениях появляются выделение червей и тлей и они питаются соками растений и таким образом назывались медвяными росами народ очень боялся этих роз потому что считал что они вредят растениям животным и даже деткам а настоящая роса которая появлялась рано утром предвещала в будущем хороший урожай народные приметы придумали люди давным-давно а все потому что заметили некие повторения спустя какое-то время а этим знаком начали давать название и чего от них ожидать так будет хороший урожай хлеба если на рябине будет много цветков хороший урожай у овса предвещает цветение деревьев осень будет долго если поздно цветет рябина день будет теплым и солнечным если появилась сильная роса утром а вот если роз из росы совсем нет то скорее всего будет дождь после обеда еще можно ожидать дождь если утром петух будет кукарекать раньше времени по холоданию будут слышно и кваканье лягушек запрещалось в этот день полоть грядки с луком и морковью потом овощи могут вырасти очень мелкими если в этот день очень яркое солнце и сухая погода то попробуйте немного полить все растения только который сейчас на огороде и в саду но не заливайте все а сбрызните со шланга это в небольшом количестве деревья тоже можно освежить но нужно сделать небольшую ямочку внизу и наполнить ее водой к выходным можно будет убрать все сорняки которые проросли за неделю старайтесь всю работу делать в хорошем настроении проговаривать слова которые в дальнейшем будут улучшать урожай хорошим дополнением будет приобретение подкормок или удобрений для ваших растений и деревьев в народе люди брали лошадиный навоз и перед пассивом разбрасывали его по земле чтобы урожай был хорошим и действительно такой метод у наших предков пользовался спросом ранее было поверье что в этот день плохо зачинать ребенка иначе он вырастет ленивым и глупым но на сегодняшний день каждому человеку было понятно что каким ребенок вырастет зависит только от его воспитания какие слова вы говорите какую любовь отдаете с каким настроением общаетесь на какие курсы ребенок ваш ход какими кружками увлекается или с кем дружит все это составные будущего ребенка нужно с интересом наблюдать за ростом поведением и мышлением малыша подсказывать ему если столкнулись с какой-то проблемой уделяйте больше внимания сейчас и потом вы сможете доверить все своему ребенку помните о том что ребенок учитывает все жесты и слова которые вы выдаете и контролируете себя тоже поэтому приводите примеры не просто на словах но и делом нужны какие-то экскурсии чтобы ребенок лучше познакомился с животным миром сводите его в зоопарк хочется чтобы у него был вкус в искусстве отправляйтесь тогда на выставке максимально заинтересуйте истории страны или мира добавьте музей и путешествия главное делайте все вместе и без ссор ребенок должен доверять вам брать пример и подражать вам главное не решайте все самостоятельно если позволяет уже возрасту обязательно советуйтесь узнавание узнавайте мнение ребенка не старайтесь и не спешите навязывать свою волю близким людям вы гораздо легче добьетесь цели если не станете сильно давить на ребенка старайтесь не сердиться когда что-то не вовремя кто ребенок вмешивается ваши дела или дает какие-то советы потому что это очень важно что же касательно самого дня то очень важно в первой половине дня стараться не испортить себе настроение потому что постепенно влияние позитивных эмоций будут усиливаться и эмоциональный фон станет более стабильным очень сейчас вероятны трудности в общении с соседями и родственниками в этот день вам необходимо обратить внимание на свое здоровье возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой также сегодня не стоит посещать косметолог и иных мастеров большая вероятность получить не тот результат на который вы рассчитывали стоит сегодня уделять побольше внимания простым домашним процедурам заняться приготовлением масок для лица и кожи головы из натуральных составляющих сегодня стоит как можно больше заниматься спортом пытаться израсходовать всю свою энергию этот день будет удачным для проведения занятий аэробика и шейпингом удачный день и для начала диет подберите себе ту с помощью которую вы сможете добиться наилучших результатов в плане здоровья не стоит сейчас пренебрегать первоначальными симптомами болезни лучше сразу обратитесь к врачу при малейшем дискомфорте однако не стоит заниматься экстремальными видами спорта если любимый человек ваш далеко от него придут обязательно добрые вести влюбленным лучше не ждать чудес с утра наоборот с приближением вечера фортуна вспомнит о вас и проявит щедрость решив дать вам надежду в области любовных отношений вы быстро сбросите себя утреннюю хандру и начнете смещать фокус своего внимания с прошлого на уже практически существующие наступившие счастливое будущее и уже вечером у вас сложится отличные условия для свидания и восстановления романтической переписки посвятить этот вечер полностью только своей второй половинки удивите ее обязательным пунктом будет красивый букет а имениннике 7 июня следующие друзья елена иван иннокентий таврион и ферапон если есть у вас знакомые родственники обязательно позвоните или отправьте sms ком также в этот день запрещалось ходить по утренней россии в народе говорили что в это время выпадает медвяные росы а тот кто пройдет по ним по ним может сильно заболеть также 7 июня запрещалось носить черную серую одежду в противном случае все лето придется провести в печали и плохом настроении в этот летний день вы обязательно должны надеть белое в таком случае у вас все будет хорошо при этом все жизненные сферы будут для вас удачливы где вы себя бы не попробовали везде будет удача одинокие смогут отыскать свою вторую половинку если были с кем-то в ссоре то ваши отношения вновь станут нормальными все конфликты исчезнут а все недопонимания обязательно уйдут ваш успех на работе также не заставит себя ждать вы сможете добиться поставленных целей и улучшить свое состояние здоровья отметим что у наших предков была одна народная примета о том что в этот день на заболевшего надевали белую рубаху тогда он обязательно вылечиться запрещалось в этот день плевать и на землю говорили наши предки что это скверняет матушку-природу тот кто плюет может серьезно заболеть и в его жизни начнется черная полоса которая может продлиться до тех пор пока человек не искупит свою вину также в этот день не стоит просить о повышении по службе или в прибавлении заработной платы иначе все произойдет наоборот вас могут лишить премии понизить в должности или как вариант у даже урезать оклад также запрещается в этот день выходя из дома смотреть сразу на небо народе говорили о том что это плохая народная примета которая может привести к сожалению к печальным последствиям поэтому выходя из дома лучше сразу смотреть вниз или по сторонам и только отойдя от дома можно смотреть в небо также друзья обращаем ваше внимание что почти все народные приметы поверья на 7 июня говорят нам о том что в этот чудесный летний день запрещается проводить генеральную уборку и мести пол веником и наш чем наши предки говорили что вместе с мусором и пылью можно ненароком вынести из дома счастья финансовое благополучие и удачу если в этот день имеется острая необходимость очистить пол то лучше воспользуйтесь все-таки пылесосом но нельзя очищать мусосборник до следующего дня в этом случае в доме порядок будет и проблемы вас обязательно обойдут стороной далее друзья у нас с вами лунный календарь на 7 июня 2022 года итак друзья по лунному календарю нас с вами ожидает 8 и 9 лунные дни растущая луна в знаке зодиака дева и так у нас друзья начала второй фаза луны а это день перемен он своим он будет ответственно этот день и напряженный а вот все нерешенные задачи встают сегодня особенно остро а забытые проблемы дают о себе знать но в любом случае это активный день в которые могут произойти непредвиденные события в эмоциональном плане в этот день очень сложно был сохранить самообладание так как людям будут казаться что вокруг все рушится а почва ходит из-под ног изменчивость этого дня скажется на перепадах настроения когда неудержимый хохот ни с того ни с сего превращается в истерические рыдания так что далеко не все проходят достойны сквозь испытания этого дня только самые сильные духом смогут взять себя в руки и сохранить мудрость спокойствие и рассудительность этот день друзья будут удачен для поездок командировок путешествий а также судебных разбирательств по лунному календарю самое время ночное строительство дома заниматься планированием жилища перепознаниматься можно перепланировкой и перестановками а может сейчас потребоваться и изменения собственной позиции и линии поведения также сейчас самое подходящее время чтобы по иному взглянуть на вещи а также обдумать жизнь и вспомнить прошлое пусть все неудачи беды а также нежелательные поступки и черные мысли сгорят будто в пламени свечи и сейчас очень уместно готовиться к новому этапу в своей биографии если вы конечно же это планируете что же касательно стрижки волос то друзья этот день дает возможность избавиться от всего старого и от всего лишнего поэтому почистите себе карму и освободите квартиру от всего ненужного волосы в этом вопросе тоже не исключение состригите секущиеся кончики и освободить из себя от всего нового сегодняшний день будут рад встретить вас новой укладкой или прической и этим новым сегодня окажется удача в деньгах и долголетия обращаем внимание что состригая волосы сегодня вы сможете улучшить структуры состояния своих волос новое возможно более короткая чем обычно стрижка окажется вам к лицу избавляясь от старого вы освобождаете и место новому но не все манипуляции с волосами будут сегодня удачны обычная или химическая забивка не дадут сегодня серьезного результата поэтому отложить эти планы на другой день вечером сделайте массаж головы и косметические маски чтобы волосы получили как можно больше энергии от сегодняшнего дня что же касательно окраски волос то она сегодня нежелательно так как может навредить вашей респектабельности а волосы лучше всего уложите локонами сегодня в этот день друзья возможны неожиданные повороты событий конфликты чрезвычайные ситуации ограничьте контакты с водой только самыми необходимыми с гигиенической и хозяйственной точек зрения и действиями а также в этот день не рекомендуется употреблять алкоголь и уделять внимание каким-то не очень хорошим привычкам друзья вот такой у нас с вами день был 7 июня по народным приметам и по лунному календарю с вами как всегда был канал за старик а для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии мы с вами уже услышимся друзья буквально в следующем видео